Сегодня, 31 октября, в России отмечается День сурдопереводчика, профессия которого одна из редких и востребованных на рынке труда. Так, в Республиканском техникуме-интернате профессионального медико-санитарной реабилитации инвалидов в третий год обучают студентов по специальности организация сурдокоммуникации. Продолжит Саргылана Федорова. Одна из главных проблем для глухих людей – нехватка сурдопереводчиков. В техникуме профессиональной и медико-санитарной реабилитации инвалидов сегодня обучается 110 учащихся, и только 9 из них учатся на сурдопереводчика. Язык жестов, как и любой другой, нужно чувствовать. Эту профессию чаще выбирают люди, в чьей семье есть лишённый слуха человек. Я вот сама, ну как бы с рождения живу в мире глухих. У меня родители инвалиды по слуху. У меня очень много родственников, знакомых. И вот моя цель – им помочь. После окончания техникума мечтаю работать сурдопедагогом. Хочу поступить на высшее образование, на сурдопедагога. В техникуме обучают основами и технологии сурдоперевода в течение двух лет. После окончания учебного заведения выпускники устраиваются на работу в школы и реабилитационные центры. Или поступают в ВУЗ. Государство обеспечивает подготовку и переподготовку учителей и переводчиков русского жестового языка. Ежедневно тысячи людей обращаются, ну, ходят, например, в поликлиники, на суд и так далее. И там вот чувствуется нехватка сурдопереводчиков. Заявок очень много. Основной метод обучения – погружение в среду. Обязательное изучение фраз в контексте. Мы больше работаем с песнями, часто участвуем в конкурсах жестовой песни, в республиканских, городских, выезжая до предела республики даже. И это очень дает большую пользу будущей профессии. Студенты параллельно с теоретическими занятиями регулярно проходят практику в медицинских учреждениях, школах для глухих. Потребность в людях, знающих язык, жестов, велика. Поэтому педагоги техникуму уделяют большое внимание именно подготовке специалистов-сурдопереводчиков. Ведь только сурдопереводчики создают связующее звено между глухими и слышащими людьми. Саргалана Федорова, Нюргуяна Егорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.